Так, всем привет! Сегодня я хочу снова промусолить тему про то, как это переводить в японские имена. У меня уже было видео на эту тематику. Там у нас были комментарии. Я знала, что будут подобные комментарии, что там придёт какой-то человек, скажет, что вот она говорит плохие советы, не слушать её, надо только с этим плевать. Короче, я прекрасно понимаю, почему она так говорит, или нет, она или он, по-моему, это она всё-таки. Короче, если дело... Я в том видео, надо было небольшой нюанс всё-таки прямо в самом начале сказать. Если дело касается официальных документов, то только поливанов. Ни в коем случае никакой от себя цены. Только поливанов. Официальные документы, у них там есть строгие правила, где нужно переводить строго по этим самым правилам. Иначе у вас документы просто-напросто скажут, что это не... Кто это такой? Это какой-то другой дядечка, или это какая-то другая тётечка, и к этому документу вам будут придирки, и его просто-напросто не примут у вас. Это самое... Могу в случае жизни своей собственной даже сказать, то что, смотрите, когда я переехала в Германию... Меня зовут Дарья, да? Дарья, Даша. В общем, переехала в Германию, я говорю, меня зовут Дарья. А я такие, что? Как? Дайя, Дайя. Как это пишется? По буквам, пожалуйста, произнесите. И, короче, я очень долго мучилась. Во-первых, с именем, во-вторых, фамилия Кроткова. Это тоже... Кроткова, как это пишется? О, божечки! Как это пишется? Немцы, они такие, это самое... Иностранные фамилии услышали, и всё, они просто... Как будто бы сказали блум-блум-блум-бе. Что-то типа такого они слышат, как будто бы, приходится по буквам говорить. И с Дарьей было сложнее всего, потому что это было мало того, что они не понимали, как это слышит, пишется... Ну, когда я говорила имя на слух... Даже я пытаюсь... Ну, у меня даже даже документов не было никаких, потому что, ну, мне было 14 лет на тот момент, когда я переехала. И приходилось время устно говорить. И получилось так, что меня в этих документах как только не обзывали. И да я, и да я, и дара была, и даже дорой была я. Какого черта дора, когда говорилось, то есть четко да, откуда они там до нашли, не понимаю. Ну, короче, в итоге меня там пообзывали как угодно, и когда мне пришло время получать паспорт, я сказала, что давайте мне в паспорте напишем Даша. Это проще для немцев, это они будут произносить довольно-таки легко. Звук ши, в принципе, у немецкого существует, это в английском это пишется СХ, в немецкой версии это пишется СЦХ, то есть три буквы получается, СЦХ. Тоже, когда в школе узнали, что я теперь Даша, ну, это в классе моем, начали спрашивать, почему ты применяла именно Даша, да, то есть была Дарья, стала Дашей. Я говорю, что Даша это как бы сокращенная версия от Дарья. Они такие, ну, в смысле сокращенная? Дарья это пять букв, а Даша это шесть букв. Дима, в каком месте сокращенная? И хрен им докажет, что в русском языке ше это одна буква. И потом они говорят, что а почему ты сократила это самое? А одну букву только сократить, типа, и так имя коротко, а ты еще больше сокращаешь. Короче, пределы было куча, очень много, к этому, к моему имени. Но на этом, оказывается, все не закончилось. То есть, когда я школу закончила, уже все, ну, вошла в общество, где никто не знал, что я Дарья. Все меня знали только как Даша, да, и там уже проблем вообще не было. Даша Кроткова и Даша Кроткова. То есть только с фамилией меня там придирались, типа, пожалуйста, по буквкам скажите. Я даже наизусть это КРО-ТКОФА. Это я вот так вот, например, сходу могу сказать, это самое быстренькое по буквкам свою фамилию, потому что практики было достаточно. Так вот, дальше что? Значит, в 2004 году я поменяла имя на Даша. У меня даже официальный документик, что я поменяла имя с Дарья на Даша. Но в русских документах я имя не поменяла. Почему? Потому что мы не знали. Ну, мы думали, что Даша и Дарья это одно имя, как бы, да. И тем более мы ездили за границей, то есть как бы границы пересекали европейские, мы на машине катались в Россию, сам пятибург. И вот этот самый, на границах нам, как бы, никто ничего толком не сказал. То есть даже когда проходили русскую границу, там замечали, что там в немецком документе стоит Даша, в русском стоит Дарья, но в принципе они понимали, что это одно и то же имя, и как бы претерек никаких не было. И так было на протяжении, там, почти 20 лет. Если говорить точным, то сколько это лет прошло? Только в этом году мне придались к этому, сейчас 22-й год. А приняла имя в 2004 году. То есть 18 лет прошло, и ни разу, как бы, никаких замечаний, как мне, не делали. Так вот, я, значит, в Германии, я школу закончила, образование получила, переезжаю обратно в Россию, и в Россию у меня имя снова Дарья, Дарья Линник, ой, Дарья Кроткова была поначалу, да? В 2012 году я выхожу замуж, как Дарья Кроткова, и получаю фамилию Линник. То есть я уже назначусь уже по русским документам Дарья Линник в 2012 году. Вот. Прекрасно, идеально. Потом возвращаюсь обратно в Германию. Вот. Возвращаюсь обратно в Германию в 2017 году. И там, когда переводили следствия о браке, переводчик был русский, я ему говорю, что я вот в немецком паспорте стою как Даша, пожалуйста, приведите в этот документ, что там будет именно Даша стоять, не Дарья Даша. Вот так и делает. И всех этих посольств, у них посольства какая-то такая инстанция, как они называются по-русски даже, ну, короче, в этих бюрократических заведениях, да? Они все этот мой документ принимают как, что я как Даша Линник, и все как-то в порядке. То есть в немецком паспорте стоит Даша Линник, в природе, на английский язык, из-за этого, как-нибудь, в Судистопатии тоже стоит Даша Линник. Все прекрасно. Но тут у меня, значит, в этом году, 3 января, рождается вот это существо. Маленький человечек, он нуждается в гражданстве. Немецкое гражданство получает автоматические, потому что я немка, а вот русское гражданство второе, нужно подавать документы. Ну, мы поехали где-то в феврале, наверное, подавать документы на получение гражданства. А нам там говорят, что, а какого хрена у вас стоит, что мать у ребенка в документах, вот у этого человека, который в Германии родился, там стоит мать у ребенка Даша Линник, а у вас в русском паспорте стоит Дарья Линник. Почему 2 разных имени? Ну, это как бы одно имя, но все равно написание разное. То есть, как бы, есть даже написание разное, что это даже, ну, если вы знаете, что это один и тот человек, но написание у вас разное, это все. Юридически это не имеет никакой силы вообще. Так что это... Я с ним до сих пор мучаюсь, у него до сих пор нет гражданства, на самом деле. Сейчас уже сентябрь месяц, у него до сих пор нет гражданства. Я вот, это самое, пыталась поменять имя, как, ну, с помощью этой расправки, которая у меня 2004 года, сказали, что там путаница, потому что вы сначала поменяли имя на Даша, а потом, то есть, стали Даша Кроткова в 2004 году, а в 2012, там, позже, вы были Дарья Линник. То есть, из-за этой путаницы пришлось подавать заявление о смене имени уже по российскому законодательству, то есть, как будто бы я, вот это 2004 году, ничего как будто бы и не было, да, и только сейчас я, типа, поменяла имя на Даша. Вот, типа, такого. Что-то в этом духе получилось. Ну, в общем, в итоге, кстати говоря, латиницей, когда заполняешь документы в это русское посольство, там стоит то, что подают документы на получение закон паспорта, и там латиницей автоматически ставится транскрипция, как Даша СХА, а у него в этом самом документе стоит СЦХА, то есть, мать у него Даша через СЦХА. И тоже, когда подаешь заявление, нужно обязательно это подчеркнуть, то, что нужно, чтобы мать была, стояла как именно СЦХА, а не как предлагает автоматически эта транскрипция через СХА, иначе мне снова откажут в этом самом, в гражданстве его. Короче, всё, я вот буквально вот в прошлом месяце, в августе, я наконец-то съездила, подала, смогла уже, ну, я сначала получила справку о смене имени, потом, значит, получила, потом, значит, подала заявление о получении паспорта, пойдёмте туда, потому что он туда тоже, да, пошёл. Ой, надо за ним следить. Короче, что я там говорила, что я там говорила? Короче, да, получила, сдала документы на получение паспорта, через три месяца мне должны вернуть, дать готовый паспорт, и только потом я смогу сделать ему гражданство. То есть, из-за какой-то, такой, ну, небольшой, как бы, это самое, неправильное написание имени, вы можете сильно-сильно долго мучиться с этими бумагами. Вот. Это что касается случаев жизни. Если у меня такой формат, будет такой лёгкий, ну, это всё лёгкий, такой, не совсем обучающий, больше, больше, много примеров буду проводить из различных сфер. Не только своей жизни, но вообще, как бы, из различных сфер. Так что, вот, если вы переводите, вы переводите японский язык, ну, с японской дыры, и вы переводите именно какие-то документы официальные, то, пожалуйста, только системы Поливанова. Ни в коем случае, никакой от себя цены. Никаких там, ой, мне так больше нравится, ни за что не в свете. Только системы Поливанова. Здесь нельзя никаких других альтернатив использовать вообще. Вот. Это что касается документов официальных. Ну, вот, именно вот этот вот пунктик надо было сказать в самом начале этого ролика, потому что всё, что я говорила в том ролике, это всё касалось только литературного произведения. То есть, это манга в первую очередь, да, мы же, этот канал мне посвящен природу манги, и поэтому именно про неё речь ушла. Я думала, что это, ну, я думала, что это априори понятно, но оказалось, что нет. Всё-таки нашлись те, кто придирается к словам, придирается к несказанным вещам, и вот, пожалуйста, получила я негативную критику. Вот. В принципе, это вполне заслуженно, надо было какой-то дисклеймер, что ли, ставить каждый раз это самое перед роликом, не знаю, надо подумать, надо ли ставить дисклеймер, или вы так, вы так понятно. Потому что, знаете, я думала, что у меня аудитория маленькая, что все понимают, о чём идёт речь, а на самом деле всё-таки я была не права, что не все понимают, о чём шла речь. Вот, значит, это раз. Второе. Поехали дальше по этим самым, по именам и так далее. Какие надо писать, какие надо писать, какие не надо писать. Я в том ролике дала только один совет. В самом-самом конце, я как бы подвожу итог полный, да, как бы, и даю совету, что вы сами переводите, как вам угодно. Совет только тот, что, пожалуйста, учитывайте и систему Поливанова, и то, что есть люди, которые в японском вообще ноль без палочки. Вот. Так что, пожалуйста, принимайте этого внимания и переводите так, как считаете вам нужным, как считаете правильным вы, именно вы. Система Поливанова не всегда должна учитываться в данном случае. Не всегда. И сейчас я буду проводить много-много примеров, когда системы переводов не всегда нужны будут. Сейчас я делаю паузу небольшую и продолжу. Итак, в первую очередь, что нужно? Какой еще хотел пример сказать? Примеров, на самом деле, много у меня было заготовлено. Сейчас я начала разговаривать, я уже все забыла, естественно, надо было хотя бы на источек что-ли выписать, что-нибудь. Уже просто давно в видео не записывала никаких, поэтому у меня будет сегодня очень много воды, много всего лишнего. Так что, пожалуйста, извините, кто не любит воду. Ой, ладно, поехали. Почему я считаю, что не обязательно... Ну, смотрите, я опять-таки подчеркну. Я советую учитывать и то, и другое, но сама, как я действую, я сейчас вам буду рассказывать. И почему я так действую. Есть очень много примеров из жизни переводчиков, не только с японского, но и с других языков, когда мы делаем отсебятину. И эта отсебятина, она как бы... Мы, так сказать, это называется не отсебятина, а это называется адаптация для русского человека, адаптация для русского народа. К примеру, вот недавно у меня сын читал книжку, старший сын, «Волшебник из страны Оз». Точнее, нет, он читал книжку «Волшебник изумрудного города». Это автор, автор волков. То есть, это у нас не перевод, это адаптация сказки этого, как его, Баума, это имя не помню уже, фамилия Баума у него, этот автор. И оригинал называется «Волшебник из страны Оз». А в русском, в русской версии «Волшебник изумрудного города». И там мало того, что имя вообще вообще было поменяли, они там, безо-дурость, и стала Элли. Эти самые, как вот... Что там еще такого? А, там еще куча сцен, допустим, они поменяли. Некоторые сцены вырезал, некоторые сцены поменял. И там получилось так, что на самом деле, что это Элли, которая Дороти в оригинале, она стала такая более корыстная, что ли. Там это, понимаете, просто у... Два момента таких было, которые мне запомнились. У Элли, у Элли, были родители, а у Дороти из Канзаса, ну, в смысле, американской версии, родителей не было. Она жила с дядей и тетей, причем они как-то так, ну, не особо так ее и любили, можно так сказать. То есть, Волков решил, что нужно дать девочке родителей, потому что кто-то не делал, что дети без родителей, да? И получилось так, что в результате, там, Элли говорит, что я хочу домой, меня там Папа, Мама ждет, они обещали мне купить, там, не помню, что купить, обещали ей, короче, новенькая какая-то, то ли поспачки, то ли что-то, обещали ей купить. В общем, она хочет вернуться к родителям, потому что она хочет вернуться к счастливой своей жизни, да? Вот такая вот у нее задумка, вернуться к счастливой жизни своей прошлой а дороти и дороти она хоть и бедно жила у нее поначалу там было понятно что это самое ну так промелькала такая мысль что ее дети дяди не особо то есть ну как бы жалуют да то есть она как бы у них существует да но возможно она даже как-то лишняя обуза для них может быть как-то так не знаю но все равно даже несмотря на это дороти все равно хочет вернуться к с этим к своим родственникам потому что это же родное свое родное да и в общем получается что на нее нет менее корыстно такая менее корыстное желание вернуться к не очень хорошей жизни но вернуться понимаете вот это вот все равно вернуться хоть каким-то своим предыдущим условиям хоть у нее в этой стране вот ос у нее это самый и прекрасном станет этого да осенью там против куча друзей приключений и так далее но она хочет все-таки туда вернуться и она беспокоится о том что течка за ней будет беспокоиться вот то есть она беспокоиться то что будете беспокоиться но вы поняли вот и вторая такая физка какая там произошла при адаптации для русского народа это волков считал что у или мало мотивации и нужно добавить немножко мотивации и он сказал в самом начале что или сможет вернуться в канзас только если только если она дает найдет этого самого волшебника и и найдет троих людей у которых есть заветное желание то есть вот эти два условия поставила то есть нужно найти троих людей которых есть советное желание дурачи из канзаса у нее не было вот этого как у второго пунктика она должна была просто найти волшебника от этих друзей с заветными желаниями она находила ну просто по пути и а бескорыстно им помогала а или получается у нее все таки то есть получается а если бы не было у них за советным желанием она бы стала им помогать вот такой вопрос возникает да интересный но крючая тут такая фишка что это стало что он хотел как лучше этот волков адаптивы для русского народа чтобы было более понятно вот и вот это как бы например не очень хорошей адаптации но с другой стороны возможно это это перевод был в собственное время возможно в то время это было прям идеальная адаптация потому что для советского народа для советского и пропаганда этого нужно было именно таких вот такой трудно строй людей сделать и что хорошо там сделал волков этом или Это то, что она, он подчеркивал постоянно, что она умная, что она любит читать. Ну, я не вижу, что она любит читать. Я там просто это частенько подчеркивал. Это как бы, ну, как бы тоже идея советского народа такая была. Ой, 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 кружка. Оп, она какой-то высокий уже. Давай взголобим. Ой. Так, не глюкаю, камера смотрит меня снизу вверх. У меня просто какая-то там мода такая не очень приятная становится. Ну ладно. Так вот, недавно я почитала статейку. Не знаю, где я нахнулась на нее, вообще без понятия. Короче, статейка по поводу аниме, даже не аниме, а больше, а больше, а манги. Манга Клинок осякающих демонов. Что такое, что такое? Держи, а? Не хочется больше. Короче, манга Клинок осякающих демонов. Там этот самый переводчик пишет, что, ребята, мы официально переводим мангу. А вы жалуетесь на то, что... Ну, я, конечно, там не такие слова были, а я просто со своей призмой, так сказать, все это объясняю. Типа, это сам... Короче, читаетесь, жалуетесь на то, что переводчик перевел имя Таджиро, как Тадзиро. И фанатам это не нравится. То есть, после темы плеванного, надо писать Тадзиро, это раз. Далее переводчик говорит, что мы связались специально с японцами, с японцами и связались, чтобы узнать, как лучше назвать этого героя Таджиро или Тадзиро. И японцы согласовались с ними, официально согласовались с ними, что Тадзиро надо. Надо Тадзиро. А получается в итоге что? Куча недовольных фанатов, которые говорят, что он никакой не Тадзиро, он Таджиро. Какого хера вы, официальные переводчики, которые все-таки согласовались с японцами, пишете его как Тадзиро, когда все привыкли, что он Таджиро. В общем, понимаете, к чему я это все говорю? К тому, что мы стараемся не для японцев, мы стараемся, в первую очередь, для русских читателей, которые в японском языке совершенно ничего не знают. Есть случаи, когда читатели знают японский язык и знают, как нужно произнести это слово, имя точнее. Но чаще всего они вообще без понятия. Они как первый раз услышали, или как в английском варианте увидели, почитали, так им и нравится, так они к этому привыкли. Сейчас, секунду, маленькая пауза и продолжим. В итоге переводчики хотели как лучше, а получилось как всегда. Франаты недовольные. От этого никуда не деться. Всегда будут люди, которые будут недовольны. Если вы выберете Семпо Ливанова, будут люди, которые будут недовольны это самое, звучание, потому что им так непривычно или непонятно. Если вы выбираете отцеплятельную, то вы получите негатив от людей, которые скажут, что Семпо Ливанова, это истинно в последней инстанции, и только ее нужно использовать. Короче, вы выбирайте сами, какие негативные комментарии вы будете получать. Такие или такие. Но они будут в любом случае. Так что тут у нас не избежать этого дела. Давай. Ням-ням-ням-ням-ням. Опа. Еще давай. Ням-ням-ням-ням-ням. Так. Пауза. Далее. Вспомним тех самых немцев. Я просто с этим немцем живу, поэтому их могу вспоминать, и это самое. Часто так не мацелаться. Так вот, эти немцы, как они переводят имена? Есть сейчас такой персонаж в очень известном аниме, который все, наверное, знают, даже те, кто это аниме не смотрел. Но все равно, люди знают, что его зовут Саски. Саски его зовут. Как же произносят это имя немцы? В официальных переводах, в официальных переводах даже аниме. Они его зовут Зазуки. Зазуки? Какого хера он Зазуки? Это официальные переводы. Немцы вообще не парятся. Им вообще пофиг, как это самое, как звучит это имя. У них пишется С, значит, читается как З. Дальше они видят СУ, ну, это самое в транскрипте, знаешь, какое-то там СА-СУ-КЕ, получается. То есть, то, что там СУ-КЕ переводят, ну, как читать надо, как СКЕ, им плевать. Они видят СУКЕ, они говорят ЗА-ЗУКЕ. Вы говорите, ЗА-ЗУКЕ. ЗА-ЗУКЕ, НАРУТРО, ЗА-ЗУКЕ! Это даже наконец, конечно. Я когда этот момент смотрела, первый раз я прям угорала, прям сильно-сильно. Короче, немцы, они вообще не парятся в правильности произношения этих имен. Дальше, еще что немцы сделали. Немцы решили адаптировать все имена покемонов. Ну, не все имена, Пикачу остался Пикачу. Но большинство покемонов они адаптировали на немецкий язык. И когда, допустим, я вот, ну, я когда училась здесь недавно на этого дизайнера, там у нас была девушка, которая тоже, в принципе, покемонов увлекалась. И она, видимо, рассказывает про код покемонов, я думаю, блин, кто это, кто это? А она показывала, да блин, это же вообще простенький, там, бальбазар какой-нибудь, там, там, чермандер. Чермандер, я запомнила, это фламелеон. Такого хера, фламелеон. Ну, понятно, флама, это, типа, огонь, да. Ну, блин, ну, почему не ставить эти английские, хотя бы, названия, да? Я знаю, что американцы тоже парочку имен покемонов перевели, ну, адаптировали на английский язык, и мы, русские, мы взяли, как раз, такие американские названия. Ну, там не очень много, на самом деле, этих адаптаций было, но всё равно они присутствовали. В общем, а японцы, ой, фото японцы, немцы, они вообще решили пойти ещё дальше, и теперь у них все покемоны, они все абсолютно разные. Я когда строила покемонов, мне было когда-то сколько лет? 12, наверное, да, было. 13, 13 лет. 13, наверное, уже, прошло годик с ней. И у меня был висел плакат этих 150 штук. Это было самое-самое начало покемонов, там было пока штука 150 штук. И я, как бы, почти все названия, я их-то запомнила. Потом мне пришлось второй плакат, и было уже 250 штук. И те названия тоже, как более-менее, так запоминала уже, да? Потом пошло больше, но я решила, что это самое. Мне на этом уже хватит, мне, как бы, уже было неинтересно, чтобы меня смотреть покемонов. А их-то, этих покемонов, там, тысяча, по-моему, уже на те момент штук. И мне кажется, последние несколько штук немцы перестали переводить, наверное, просто задолбались уже, потому что, ну блин, ну их капец, конечно, каждому имя придумывать по-новому. Вот. Далее вспомним следующую адаптацию. Адаптация тоже покемоны. Opening. Opening был адаптирован на английский язык. А мы, когда переводили, ну не мы, в смысле, а на русский язык, когда этот самый дубляж производился мультфильма, то этот opening взяли с амбийской версии. И, ну, если вы знаете оригинальный opening покемонов, то он вообще ничего общего почти не имеет с тем, что получилось у американцев. Американцы, они там, ну, они решили, что так будет лучше для американского зрителя. И, в принципе, это приемлемо. Они не сделали дословно что-то, они сделали нормальный, ну, какой адаптированный для американских школьников этот самый перевод. Очень много сцен, допустим, было вырезано, да, там где-то сцены, по-моему, с оружием были какие-то. Сцены там, этот самый, какой, покемон джингл, да, допустим. Ой, сейчас, секундочку, давайте. Другой комнат пойдем. Покемон с этой самой, она, по идее, должна быть такая, знаете, какая-то. У нее светлые волосы и у нее темная кожа. В оригинале у нее черная кожа, то есть она как бы олицетворяет чернокожих людей. В Америке посчитали, что это расизм и сделали из нее филетовую. И, в принципе, блин, у меня батарейка заканчивается. Я сегодня поставлю на зарядку, пойдемте поставим на зарядку. Короче, тут ее тоже адаптировали для американского зрителя. Ну, а мы, русские, сегодня применяли американскую версию, и у нас тоже джинкс для этого цвета. Что они там еще такого вырезали, поадаптировали? Много, на самом деле, еще там было. Сейчас, допустим, я знаю, есть One Piece, мультфильм, да, анимешка. Его тоже сейчас адаптируют для, ну, как бы, по нынешним, так сказать, законам, да, потому что One Piece, в принципе, я посмотрела, сколько One Piece? Я посмотрела серии 30 One Piece. Сейчас поставлю зарядку, поставлю камеру куда-нибудь сюда прицепить. Ее надо будет стоять. Вроде как стоит камера. Стоишь? О, стоит, идеально. Ой, как крутое, что купила такую треноку, которая вот запирается повсюду. Короче, это самое. One Piece. В оригинале, это самое, короче, манга была, вышла в 98-м или 99-м году. В то время, в то время про защиту, эти, как бы, психики детской, еще, как бы, никто толком не задумался. То есть, спокойно пихали курячих персонажей, пьющих персонажей, и все это показывали дети, а спокойненько, даже никто не думал, что это как-то плохо на них может повлиять. Сейчас вышла цензура. One Piece встал 18+, хотя, в принципе, он засчитан на аудиторию, как раз-таки, вот, 12+, на такую подростковую аудиторию. И, в принципе, да, ну, я посмотрела не все серии, конечно, только 30 штук посмотрела, ну, штук 30, там, где они, там, закончила на том, где они, история закончилась про эту нами, как они, история нами, как она там, в своей деревне своего освободила, вот, пирата одного. Вот, и, как я поняла, что, в принципе, история можно ее преподнести, и детям, вот, история будет интересна детям, как-то, от 12 до лет, да, может, даже детятилетним, может быть, интересно. Я думаю, что моему сыну будет это даже интересно, моему сыну сейчас скоро 10 лет исполняется, но из-за такого количества, там, выпивки и курящих людей, да, я не смогу это ему показать. Я даже могу закрыть, да, что, там, там, они их, там, убивают, там, кровь, там, все дела, там. Это можно, в принципе, не обращать на это внимание. Но вот это вот из-за курения и алкоголя я это самое не буду показывать моему ребенку. И, в общем, сейчас это стали адаптировать эту анимешку к нужному возрасту и вырезать куча сцен. То есть, допустим, кровь меняют на... там, завуалируют, там, белая вспышка какая-нибудь такая, не лужа крови, а просто что-то такое. Ну, типа, как кровь, понимают, что там, типа, будет кровь, но это не красное. Оружие режущие и колющие меняют на что-то другое. Просто, то есть, они даже рисуют это все другое. То есть, они адаптируют под нынешнее поколение. То есть, если в японской версии это вполне возможно, это, допустим, приемлемо, да, то есть, в японском этих самых... как сказать, в японском оригинале, да. Ну, то есть, в одной стране, допустим, это приемлемо, а в другой стране это уже не приемлемо. Тут нужно делать адаптацию. То есть, это тоже, как бы, часть перевода. Когда мы делаем адаптацию, мы не просто переводим слова, имена и так далее, мы также делаем более доступно для того зрителя или читателя, для кого мы еще это делаем. Поэтому, я к чему это все веду? То, что... Ой, давайте итог, в конце расскажу. Сейчас было куча примеров рассказала из различных сфер. Ну, сфера будет одна, то есть, переводы каких-либо произведений. Ну, из различных произведений буду просто пример приводить. Вот, это, значит, был вампис. Далее, что? Далее, это самый, Сэллар Мун. Когда мне было 11-12 лет, 11, наверное, лет еще было мне тогда, я смотрела Сэллар Мун, и в первых сезонах она была переведена с английского, опять-таки, то есть, был японский оригинал, его перевели на английский и с английского потом переводили на русский язык, анимешку. И там главную героиню звали Бани Цукино. И пару сезонов, первая сезона, она была Бани Цукино. И для меня это было просто как, ну, вполне себе нормально, да, это так и должно быть. Она Бани, никакая не Усаги. А потом, значит, третий сезон и так далее, или уже по четвертой сезону, я уже не помню. Короче, в следующие сезоны, они пошли переводы с немецкого языка, то есть, как бы, японский был произведен на немецкий, и с немецкого переводили на русский. И там почему-то она вдруг стала Усаги. И я, как фанатка, я была прям в таком возмущении, вы не представляете, какого черта она Усаги. Она всегда была Бани. У меня наклеечка была, где-то рисовно было, что она Бани Цукино, никакая не Усаги. Потому что я, как 11-летняя девчонка, я не знала, что такое Усаги вообще. Усаги для меня это просто набор букв, который не имеет никакого отношения к зайке. Потому что я не знала, что на японском языке Усаги – это зайка. Нигде этого не сказано было. Только фанаты могли это сам прогуглить. Нет, тогда даже Гугла не было. Какой там Гугл? Нет, наверное, был такой Гугл. Но, наверное, все-таки в то время нельзя было гуглить. Вы могли прогуглить какой-то сайт определенный, а вот какие-то запросы такие, кто такая Бани Цукино, или почему Бани стала Усаги. Таких запросов как бы и не было в Гугле в то время. Какой это год-то был? Ой, надо вспомнить. Это был 99-й год, да. 99-й год, когда начала смотреть, ну там, 98-й, может, год 99-й. 99-й, наверное, год-таки был. А потом в 2000 году мы переехали из центров на окраину города в отдельную квартиру. Там продолжила смотреть Элормугу. И да, вот в 99-е до 2000 года вот тогда вот это было у меня такое возмущение. То есть вот что-то в этом духе тогда и было. Давайте мини-пауза. Давайте немножко в сторону от манги отойдем, потому что есть еще очень популярная адаптация, о которой тоже стоит упомянуть. Адаптация на русский язык — это у нас популярная франшиза, прям, да, можно сказать. Уже можно сказать, что это франшиза великая и прекрасная. Гарри Поттер. Так вот, первоначально была книжка, выпущена в России. Там был перевод. Ну, возьмем там одного персонажа, который мне так запомнился больше всего, да, вот этим вот с именем, да, его связано все. Короче, в книжке первоначально его перевели как Северус Снег. Снег он был. Северус Снег. И все, кто начал читать Гарри Поттера именно с книжки, то те такие, о, круто, это какой-то персонаж Северус Снег. Но потом выходит фильм, да, и в фильме он почему-то не Снег, он Снег. Почему Снег? Откуда Снег взялся? Короче, многим это не понравилось, то, что в фильме он Снег, а в книжке, в оригинал же книжки, вот он, да, вот у меня книжка, тут стоит Снег. Почему он в фильме Снег? Снег, точнее. Короче, как оказалось, что в, ну, я не знаю, чем думал переводчик книжки, но почему-то он Снег сделал как Снег. Я не знаю, я честно, мне интересно даже, что, почему переводчик вот так вот сделал, чем он, ну, на что он, как сказать, на что он, на что он ориентировался, почему он перевел Снег как Снег. Вот. Да, те, кто знает английский язык, это самое, они решили загуглить оригинал, они поняли, что Снег – это правильно, и, в принципе, это самое, поняли, что, как бы, там перевод какой-то, ну, короче, как-то коряво перевели. Потом через, ну, выросло поколение вот этого, да, которые вот они вот были подростками, да, потом это поколение выросло, стали взрослыми, дети, тетями, и бац, выходит новый вариант перевода Гарри Поттера, буквально вот недавно, он пару лет назад вышел, и северу Снег, который был Снегом, превратился в злоделся злея. Фанаты вообще в ауте полном были. Столько было негативной критики к новому этому переводу, к новой адаптации, к этому злоделу со злею. Но, как выяснилось в итоге, да, но, причем это выяснилось, знаете, не для всех это выяснилось. Большинство фанатов остались недовольны, но выяснилось, что перевод новый, он более корректный, то есть там были исправлены косяки первого переводчика. Имя вот этого злоделу со злея, оно было более адаптировано под русский лад, потому что северус Снег, Снег все-таки звучит как Снег, а он все-таки там с этим, с змеями что-то там мутил, да, и получается, что злодел злей за змеей как бы тоже больше созвучен, чем Снег, в конце концов, да. То есть вариант Снег это точно, точно нет. Нет, вариант северус Снег подходит для варианта, когда мы чисто переводим фамилию и имя, как в оригинале написано, так и оригинальное звучание и сохраняется. Но если мы так сохраняем оригинальное звучание, то не всем ясно, что скрывается внутри этого имени. А вот злодел злей, там чувствуется вот это, то, что он злодей, да, во-первых, якобы злодей, да, во-вторых, то, что он со змеями связан. То есть как бы вот эта вот адаптация, она как бы на самом деле хорошая была адаптация, это владел злодел злее. И, честно говоря, у меня есть даже такой эксперимент, я буду ставить. Я сама фанатка больше по властелинку лет, я Гарри Поттера не читала, но я фильмы все смотрела. А фанат у нас в семье мой муж. Ну как фанат, он книжки все читал. То есть он с, не знаю, сколько ему было лет, когда он начал первую книжку читать. В общем, он с подросткового возраста начал читать книжку, и в выход последних книг он прямо ждал с нетерпением, когда они говорят, что он почитал их все. То есть он как бы вырос на поколении том, которое как раз-таки читало первый, первоначальный перевод с Северусом Снегом. Вот. И у меня есть еще сын старший, который сейчас как раз-таки находится в том возрасте, когда ему становятся интересные такие вот рассказы. и я специально даже заказала на Озоне книжку этого Гарри Поттера, именно вот новый вариант перевода. У меня муж не дал в России, он забрал эту посылочку, этот тот заказ, и вот привез ту книжку сюда, к нам, в Германию, и вскоре они начнут это читать. И я потом, не знаю, может, я отдельные роли как-то еще запишу, поэтому как-нибудь, ну, может, тему саму дальше буду развивать, и как-нибудь упомяну еще об этом, какая у них была реакция на это дело. Потому что, получается, у нас два есть читателя. Один, который уже давнейший читатель, а второй как бы новенький совершенно читатель, который еще в мире Гарри Поттера практически не знает. То есть мы как бы пытались ему уже фильм включить, но когда фильм включали... Секундочку, я тут иду в коридор, потому что мальчик маленький убегает в коридор. Короче, это самое. Мы ему фильм включали. Фильм включили только, наверное, не знаю, ну, 15-20 раз мы посмотрели, потом подумали, лучше сначала книжку почитать, потому что там потом будет интереснее фильм смотреть для ребенка. Плюс ко всему это прививает любовь к чтению именно. Вот. Начали читать в интернет-варианте, ну, по интернету аудиокнигу они начали слушать. Ну, как-то так не особо у них там она хорошо идет, а вот книжка вот именно, которая чувствует, ну, физическая книжка, она все-таки гораздо лучше читается, и это будут они... Сейчас они, вложение к стране ОСС, закончили, и вот скоро перейдут к Гарри Поттеру. Вот. Так что эксперимент начался. Как это будет одобрено и тем, и тем, и той, и той категории людей, я потом как-нибудь еще, наверное, расскажу. Секундочку, надо человека убрать, потому что тут у нас кошачий туалет. Так, что еще хотел сказать? А, ну и, да, есть, конечно же, у фанатов, которые такие олдскульные, так сказать, фанаты Гарри Поттера, у них в голове сразу возник вопрос, а, ну, вообще, стоит ли... Стоит ли вообще переродить эти имена вот так вот, адаптировать на русский язык? Может быть, оставить просто вот это Северус Нейп, как оно в английском звучит, да? То есть, ну, я вам сказала, что тут как бы такой двоякий вопрос. Сейчас, я понял, что давайте паузу, и потом дальше продолжим. Так вот, возможно, возникнет у тех, кто читает Гарри Поттера, он сразу отвлекается, я только что посадила его, вроде как это самое, игрался, игрался. Давай сюда, подвернись к мне. Вот здесь лучше играть. Давай, лучше давать фоновую музыку, да? Короче, те, кто читал новую, новый перевод Гарри Поттера, они вообще, хочу не спросить, а нахрена вообще переводить имена? То есть, ну, он Северус Снейк, 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 простите, это самое, почему вообще решили что-то перевести это имя? Почему просто-напросто русские буквы не написать Северус Снейк? Почему? Потому что, потому что нужно учитывать возраст наших читателей, нужно учитывать их образование, нужно учитывать их знания иностранного языка, потому что, ну, вот опять-таки, свернёмся к Усаги Цутино из Сейлорму. Кто такая Усаги Цутино? Для нас, для русского читателя, зрителя, который, ну, сколько мне было, я уже говорила, 11-13 лет мне было, это, и японский язык для меня это такая глухомань полнейшая, я даже не знала, что, я даже не представляла, что есть японский язык, я в тот момент даже об этом не задумывалась, а то, что Усаги, это заяц, переводится, или кроли, точнее, для меня это было как-то, ну, вообще не очевидно совершенно. Это с английским попроще, потому что английский, очень многие люди изучают английский язык, и тот же самый Snake, думаю, будет знаком, ну, многим людям уже, да, допустим, у меня сын, он только в прошлом году начал изучать английский язык, но он уже знает какие-то, какие-то слова там, да, то есть он даже, прежде чем начал изучать английский язык, он уже знал какую-то базу, то есть там, крейты, док, там, какие-то политические слова, столички, он уже знал, Даже были такие не совсем простейшие словечки, которые я даже уделялась, откуда он знает, из какой-то песни услышал, перевел и запомнил. Английский язык с ним попроще, с японским языком это совершенно не проще. При этом надо сказать, что в японских произведениях, можно сказать во всех произведениях, имя персонажа что-то означает. То есть, если это Широ, то значит он белый, если это Мидурия, значит он зеленый, с этим как-то связано все. То есть, имена персонажей в манге и соответственно в аниме очень, можно сказать в 99% случаях, что-то значат. То есть, может какой-то цветочек, может какая-то бабочка, может там, не знаю, там рыцарь какой-нибудь, меч, еще что-нибудь там. И почему мы тогда не переводим все эти имена, ну вот как-то, он не кен-сан, а он меч-сан. Почему мы так не делаем? Потому что мы не можем говорить, что он меч-сан. Плюс ко всему, в русском языке имена чисто таких вот русских имен, на самом деле там раз-два я обчелся. У нас какие имена есть, которые имеют какое-то значение? Это вот Владимир, это владеющий миром, да, Мирослав, по миру Слава, да, Слава тоже, тоже это имя такое, которое, ну, понятно, что он означает. А все остальные имена, там, ну, может, чабачка каких-то имен есть, там, Светослав, допустим, да, опять-таки, Светлана, Светлая, это самое. А в основном у нас имена, которые непонятно, что они означают. То же самое Дарья, Даниил, что они означают? На русском языке это ничего не означает. Дарья произошло от персидского. В персидском там оно имеет какое-то значение. Даниил, по-моему, это что-то греческое, честно, я не помню уже. Я это самое, не гуглила имя даже его. А нет, я гуглила, я помню. Это означает «бог ему судья». Каким образом, не знаю, там всего пять букв, но такая фраза получилась. Короче, это самое. То есть в оригинале языка имя имеет значение. В русском языке очень мало исконно русских имен. И мы привыкли к тому, что мы слышим имя, и оно как бы, ну, просто имя особо ничего не означает. В яконском же очень много имен, особенно вот в мангах и так далее, произведения каких-то, они вот именно с каким-то смыслом потайным таким, да. Когда, конечно, рождается ребенок, родители не знают, кем он вырастет, да. Но, допустим, когда мангу пишут авторы, то он точно знает, что этот будет победитель. Так его назовем, да, там, победитель. В одной манге, этот, Дайске, Дайске, то есть это «Очень люблю» называется. И это персонаж, в котором была влюблена главная героиня. То есть она его очень любит, и он Дайске. Все логично, в принципе, да. Поэтому его так называют, Дайске. Вот. Если вспомнить, допустим, русские произведения, тот же там этот самый Достоевский писал тоже, когда свои произведения, там тоже он применял фамилии, которые что-либо означали, которые подчеркивали какую-то, какую-то, как сказать, какую-то черту персонажа, характер его подчеркивали. Допустим, там, Раскольников, да, это самое знаменитое, наверное, он тоже, он уже раскалывается, это пополам у него там мысли все раскалываются. И куча других персонажей тоже у него есть. И другие эти самые писатели русские такие, они тоже используют фамилии не просто, а, пускай это будет Иванов какой-нибудь, да. Нет, они думают, какую бы фамилию ему такую присвоить, чтобы фамилия отображала часть его характера. И когда Мангу пишут, тоже, соответственно, пытаются придумать какую-то такое имя и фамилию, которая какую-то черту характера его бы обозначала. Вот. И возникает вопрос, стоит ли переводить эти имена на русский язык. Я думаю, что не стоит. Потому что иначе будет, как с этим, с японцами, с немцами, которые фамилиона назвали, которые чемоден называли фамилионом, и никто, кроме немцев, не понимает, о ком идет речь. Только немцы понимают, что это покемон. Ну, короче, если вы будете, ну, короче, на, как сказать, на мировом уровне, да, лучше имена не переводить. Если вы хотите, чтобы ваш читатель знал смысл имени, то где-то в начале манги лучше какую-то пометочку только поставить, то, что персонаж зовут Такто, и при включении переводчиков, что это имя переводится как Такто-Такто. Так, я ляпнула спойлер, поэтому пришлось немножко повырезать этот кусочек. Я говорила про Наруто. Значит, в Наруто, Наруто Узымаки, в Японии в самой первой серии все понимают, почему у Наруто значок волна на этой самой, на его там, на надежде его. Не волна эта, спираль, в отворотах. А русский, это самый, человек, он, ну, русский зритель, он, естественно, не понимает, почему у Наруто такой символ. Это не очевидный, не очевидный факт. Только когда произошло некое событие, очень грустное, да, вот там, на 300 или 400 серии, вообще, я не помню, на какой серии, мы, русский человек, наконец-таки узнают, что Наруто, это, как раз, такая колбаска, сделанная из какого-то, из каких-то рыб, и она такая, с такой спираликой красной, это, знаете, как она белая, и там такая красненькая спираличка, и её добавляют в Рамен, который любит Наруто. То есть японцы с самого начала понимали, что вот, Наруто, он любит Рамен, и всё как бы логично, почему его зовут Наруто. А этот самый, а русский зритель, он не знал, что это за имя, откуда он взялось. Ну, возможно, только есть тот, кто знал японский язык, знает японскую культуру, только вот они вот смогли, это самое, быть в курсе этого имя и фамилии. Фамилия тоже не было Узумаки, это как водоворот переводится. Тоже логично, почему этот самый, почему эта спиралька присутствует. Вот, так, вот сейчас мне наушники все скрызёт. Надо что-то тебе дать такого. Почему ты не хочешь покримушки, почему тебе, интересно, вещи, которые тебе не надо. Вот, ну, короче, я считаю, что имена, ну, смотрите, если мы назовём Наруто, ладно, Наруто это не очень хороший пример, потому что Наруто переводится как Наруто, да, вот эта штука, вот эта колбаска такая, да, рыбная, она так и переводится Наруто, потому что в русском, в русском мире такой штукенц нету, поэтому мы это название заимствуем. Ну, получается, фамилию можно будет перевести, да, то есть Наруто Водовородный. То есть если мы будем назвать его Наруто Водовородный, то мы, только русские поймут, о ком идёт речь Водовородный. Это ещё пример был такой, в этой самой, Фэритейл. Анкорд перевёл Люся Севдобольская, наверное, да, Севдобольскую же он её называл. Хотя она hard, hard, как её звали? Hard, не помню, по-английски, да? Ну, в смысле, по оригиналу. Блин. Hard, 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 блин. Что-то с hard связано, конечно, что-то с северно связано. И вот, как её зовут на английском, узнают только те, кто, ну, гуглил. А те, кто не гуглил, они так и называют её Люся Севдобольская. Вот. В принципе, адаптация фамилии поэту очень классно он сделал, да, этот Анкорд перевёл. Ну, не Анкорд перевёл, а кто переводил. Анкорд просто озвучивал, а переводил кто-то другой. Я переводчиков поминал, тоже не запоминаю, когда говорят, перевёл там тот-то, озвучил тот-то, ты знаешь, что кто-то озвучивал. Вот. Так. У-у-у, тут такой мой планшетик. Увидел. Кстати говоря, у меня есть планшетик. Я теперь на нём перевожу мангу потихонечку, кстати говоря, новость такая. Ну, когда он, допустим, это спит, я это сложусь, я там что-то печатаю немножко, буквально там часик, полчаса. Ну, потихонечку. Процесс прошёл, короче. Купила мне там планшет и буду себя переводить. Так, дальше, что я хотела сказать. Про Анкорда сказала, про Люсю Савдовску сказала, про этих Раскольникова сказала. Какие ещё у нас есть адаптации имён, где у нас ещё встречаются. Адаптация имён, на самом деле, у нас, допустим, была манга, которую мы переводили, наша команда передела. Скучный мир, где не существует понятие прошлых шуток. По-моему, так называлось. Мне кажется, это было длинное название. Короче, что ли, за временем стало у меня в голове. Короче, там у нас не имя персонажа, а кличка. То есть, она, вот эта вот девушка, она одевала трусы на голову, да, и в таком, как бы, видите, в простыне и голым телом, там, под ним. Она была таким, яким супергероем, у которого была своя кличка. И её мы перевели, как голубая тундра. Потом мы начали переводить дальше и поняли, что голубая тундра не совсем подходит. В других вариантах она была под снежником, что-то синенькое на снегу. Короче, вот это вот имя, которое переводим, это, как бы, ну, слишком много там, так сказать, вариантов перевода можно было-то впихнуть в это имени. И я и думаю, что мы сделали, зря начали переводить эту кличку. Надо было оставить японское название и просто надо было сделать сношку, типа, а это название может означать то-то и то-то, еще то-то и то-то, да, и всё, и назвать это по-японски, чтобы никакой путаницы не было. Иди сюда. Вот. Ну, там всего было тринадцать, входит, не тринадцать класс, тринадцать класс, было на английском переводено, потом ещё была долгая пауза с испанского потом начали переводить, потому что английский лад никто не переводил дальше. Вот. И там не очень много было глав, и поэтому как-то, ну, как оставили мы голубой пункт, так она и осталась. Я, честно, не помню, на каком варианте можно остановиться там в итоге. Вот. В данном случае, как мне кажется, лучше было бы оставить японское название, звучание японское, я уже тоже не помню, по-японски звучало, и просто просто делать ссылочку, отсылку, примечание, он убирается так-то и так-то. Просто там еще прикол был в том, что еще одно значение перевода этого имени вообще был прикол в том, что еще одно значение этого имени выяснилось только там к середине повествования. Вот. Раньше об этом даже мы и не узнали. Так, маленькая пауза и продолжим дальше. Так, продолжаем дальше. Сегодня уже следующий день. Пауза класс не очень маленькая, пауза класс большая. Так вот, на чем это установило? То, что у нас, значит, есть вариант перевода имени, вот именно в художественном произведении, да, не в бюрократических документах. Там у нас побольше свободы, там мы можем даже адаптировать на русский язык имена. Допустим, что еще могу вспомнить, какие адаптации имен. Алиса Странец Дез. Очень классное такое произведение, да, с точки зрения не только вот детской, детской истории, но и с точки зрения вот всяких различных там и афоризмов, и колобуров, там, там столько всего, да. Там даже есть такие шутки, которые хрен кто поймет, потому что они относятся именно к тому времени и к тем персонажам, кто жил в то время, ну, в то время в Англии. То есть, если мы не знаем, кто там, что это там за события какие-то были, то и понять эту шутку, допустим, мы даже не сможем. Так, человек снова убегает на это самое, в коридор. Ой, надо, наверное, дверцу закрыть. Нанечка, давай дверцу откроем. Или что, пойдем в штуку, давайте пойдем в штуку нату. Ой. Секунду, мне тут все попадало. Пойдем где? В штуку нату? А ни хрена, они в штуку нату. Полкутят в туалет, укашать ему. Это штука, которую он не изучил. Ну, давай сюда донюсь. Вот, давай туда, ползи, ползи. Там интересно. Так вот, значит, Алиса Настес, ее тоже первоначально, ее первое перевели, фу, господи, с давным-давнешнем году, не могу сказать, в каком, потому что это цифры и имена я очень плохо запоминаю. Всякие названия, допустим, особенно лекарства различных, это я, у меня мозг на такое, мозг считает, что это ненужная информация, поэтому это не запоминает. Вот, так что я хотела сказать, Алиса Настес перевели, сейчас, секундочку, я больше кто-то открою, перевели давным-давно, первый вариант назывался Соня в известной стране, что ли, она называлась, честно, не помню, как конкретно называлась, ну, короче, факт в том, что Алиса стала Соней, то есть, имя адаптировали, как Соня, но, в принципе, сейчас будет спойлер, огромный спойлер, Алиса Настес, это все ей приснилось, и, в принципе, логично, причем у нас Соня, да, то есть, она спала, и все это дело ей приснилось, вот. Что еще там можно было сказать про этот перевод? Перевод получил очень сильную, негативную критику, многие люди говорили, что это просто-напросто какая-то чепуха, белиберда, вообще, такого в жизни-то им бывает, и, ну, это полный, полный бред, короче, а не книжка. Критика была очень негативная, эти, какого, домохозяйки советовали друг другу не читать ни в коем случае такую книжку своим детям, потому что она, не пойми, что и, не пойми, как написано вообще. Вот. И оказалось, что просто-напросто переводчик, наверное, просто не очень хорошо постарался, то есть, как бы он постарался, он, ну, я, честно говоря, не читала этот перевод, мне очень интересно его почитать, потому что, ну, возможно, он там все очень дословно переводил, и, возможно, как раз и вот эта дословность и стала вот этим вот камнем подосновения. Я знаю, что эта книжка где-то доступна, перевод этот доступен, но вот надо найти где-нибудь, да, чтобы узнать поподробнее, что там такое конкретно, в чем конкретно там фишка заключалась, почему такая негативная критика была к этому, к этой книжке. Короче, перевод оказался неудачным, это самое, это приняли в России тоже нехорошо, сказали, бельберда полнейшина, мы ничего не понимаем, а потом, через какое-то время, попытались еще раз перевести эту книжку, и еще раз, и еще раз. Даже сейчас это самое, есть несколько даже интернет-ресурсов, где они занимаются переводом этих строк из Алиса Трансюдец, и Алиса Зеркальев в том числе. Дело в том, что там есть такие фразочки, которые, ну, невозможно их просто так легко перевести на русский язык, там есть стихи, которые там, часть слова, это, ну, там одно слово написано, да, какое-то такое, блум-бум-бум, какой-нибудь, да, и часть слова, это из одного слова взято, а часть из другого слова взято, и там, ну, варианции как-то перевести, чтобы колобор сохранился, чтобы шутка сохранилась, это вообще очень сложно на самом деле. Допустим, что там было? То, что я запомнила, допустим, из детства своего, да, из детства своего. Бабочка. По-английски butterfly, то есть butter это масло, fly летает, да, даже в музыке, помните, там кусок масла летал, типа, как будто бы это бабочка, кусок масла летающий. А в русском варианте я слышала вариант бабочка летит, типа, типа, ба-бочка летит. Не бабочка, а бабочка летит. Вот. То есть, как-то пытались как-то сделать, адаптировать под русский, подростковый человек, то есть потерялось масло, потерялось летать, но зато бабочка, понятно, что бабочка летит. И таких вот коломбурчиков в этой сказке там миллион, наверное. Я не знаю. Каждое слово, наверное, что-то там зашифровано в нём. Ой, вообще, это помимо всяких коломбурчиков, ещё вот хотел сказать, что вспомнила о том, что эти отсылки к различным персонажам того времени, тем людям, которые живут в то время, даже кто-то переводил этот в дальнейшем, он даже нашёл, что этот самый птица Додо это какой-то иной, как сам автор. У него фамилия настоящая на ДО начинается? Блин, я не помню. Я забыла настоящее имя Льюиса Герла. Ну, в принципе, думаю, это не такая уж и важная информация. Погуглите, пожалуйста. Ключение называется на ДО. И Льюис Герл, он заикался. И вот этот Додо, это он сам себя в этом птице Додо как бы немножко олицетворил. То есть, если переводчики будут более конкретно внедряться в это самое, во все эти отсылочки и так далее, то там можно много всякого интересного найти. Но это самое... А вот как это, допустим, русскому читателю сказать иначе, незачем в ссылке, помещать переводчика там, ссылочка внизу, то, что Додо, это там отсылка к этому самому автору и так далее. А никак. То есть, пока ты не знаешь, если ты не в курсе этого, то, что автора зовут на самом деле так, и он заикался, то ты не поймёшь. Ну, короче... Блин, это так... Это самая, наверное, сложная книжка для адаптации на другие языки. Мне даже интересно, помимо того, что вот эти вот первый сам перевод на русский почитать хочу, это раз. Во-вторых, я хочу найти эту книжку в немецком языке, в библиотеку схожу, посмотрю, что там у нас есть, и посмотреть, как это дело переводить на немецкий. Ну, и в конце концов, оригинал тоже хочу почитать, хотя я думала, что оригинал я не особо пойму, потому что, ну, потому что да. Переводить, конечно, я сама это дело вряд ли буду, хотя, может быть, под старостью, там, на пенсии буду переводить Алиса Треничдес, посмотрим. Так, вот что-то грезет. А, это можно, все хорошо. Так, что там еще я хотела сказать про Алиса Треничдес? Сейчас, паузу сделаю. Чего тут? Так, про Алиса Треничдес, она и все. Сейчас попробую поставить камеру. Значит, единственное, что еще, еще раз туда напоминаю, что это самое, Алиса Треничдес была первоначально переводена как Соня, потом еще была у нее вариация имени Аня, то есть пытались, поперечки, пытались адаптировать под русский язык, под русского читателя, но еще и под русскую систему, так сказать, да, то есть как бы, ну, тогда это было время железного занавеса, да, то есть западная культура не приветствовалась, и поэтому, если бы девочку назвали Алиса, а в то время, как бы, Алиса была не распространенная имя в России, то получается, что они как бы за западную культуру выступали, поперечки. Этого нельзя было сделать, поэтому решили, что надо назвать девочку там Аней, они потом еще А как Аня перевели это имя, но в итоге получилось, что это самое, все-таки сама история слишком много там английского колорита звучит, про английскую культуру и так далее, и решили, что все-таки это никакая не Аня, она не, Аня не может быть там чайочек попивать, вот эти самые шляпочниками там, в крокет играть и так далее, и решили, что все-таки это будет Алиса, английская девочка Алиса, и это все стало, как бы, все на свои места, то есть никакой русской Ани там нету, это все английская девочка Алиса, и все как-то стало более логично, что ли, не знаю, переводы стали более лучше, потому что реально стали именно к этому, к оригиналу, к английскому, этому, как сказать, идти к этому, к источнику, и в итоге получилось, ну, получились несколько хороших переводов. Алиса «Стране чудес». Вот, что я еще дальше хотела сказать. А, есть еще путаница с именами, такая прям великая путаница, и это вот буквально недавно, сказать, это, ну, не то, что произошло, вот, актуально стало, 8 сентября, сегодня иностранство сентября, 8 сентября, вы, наверное, уже слышали, умерла английская королева, да, ее звали Елизавета II, и на трон встал ее сын Чарльз, принц Чарльз, как мы зовем принца Чарльза сейчас? Правильно, мы зовем его король Карл III. Какого хера он стал Карлом? Короче, тут надо немножко покопаться вообще в этой системе имен монархов, потому что, если еще копнуть чуть-чуть поглубже, то выяснится, что Елизавета II на самом деле не Елизавета, она Элизабет. Хотя, говорят, тут такое совпадение, я сама немножко в шоке, моя бабушка, ее зовут тоже Елизавета, мы ее все называем бабушкой Лили, бабуля Лили называли мы ее, выяснилось потом, что ее зовут Елизавета, потом выяснилось, когда он перейдет кемай, выяснилось, что она, оказывается, вообще Элизабет, да, то есть исконно немецкое имя, ее это Элизабет, она, наверное, немка, в колонии русской жила в Санкт-Петербурге. Вот, то есть она у нас Элизабет. То есть, что же это с ее именем сейчас потом, я сейчас расскажу. Короче, с именем бабушку, с вам. Она вот сейчас умерла, я это самое, делала заявление для русской пенсии, там у нее часть пенсии была не выплачена, и я сделала заявление, чтобы эту пенсию выплатили, ну, там, недавно письмо потравила, чтобы эту пенсию причислили моей маме остаток этой пенсии. Так вот, там, ну, я, честно говоря, не знаю, прокатит это или нет, потому что, опять-таки, в юридическом плане нужно соблюдать правила переводов, да, то есть, если стоит в документе, что она Элизабет, то и перевод будет тоже Элизабет. Но, смотрите, в российских документах она у нас Елизавета Козловская-Петровна, да, Козловская Елизавета-Петровна она у нас, по российским документам. Когда она приехала в Германию, тут выяснилось, а, еще и фамилия девичья у нее по русским документам Эйде Миллер, Эйде Миллер, секундочку. Вот, а приехали в Германию, и начали тут, так сказать, на немецкий лаг переводить ее имя-фамилию. Это что такое было? А, какой-то телефон разряжается, ладно, потом найдем. Короче, это сам Пехлер Германию нашли фамилию и имя переводить на немецкий лаг, и оказалось, что она, вообще-то, по настоящему имени, она никакая не Елизавета, и никакая не Эйде Миллер, и никакая не Козловская. Короче, ее назвали Элизабет, Козловский Элизабет, а девичья фамилия Айде Мюллер. Вот так это звучит, оказывается. И по немецким документам она у нас Козловский Элизабет, девичья фамилия Айде Мюллер. И по таким же именем она как бы умерла, и получается, есть два размера, именно с такими именами. Это дело мне нужно было перевести на русский язык, поставить туда, нет, сейчас поставить туда постель, потом перевести на русский язык, а постель тоже перевести, все это дело заверить в консулье, в русском, и потом это дело все это собираем с другими заявлениями и так далее, и отправляем в Россию, в русский пенсионный фонд, чтобы они отправили пенсию, остаток пенсии к нам домой. Так, секундочку, там почта пришла. Ой, ой, ой. Фух, просто это самое. Почта пришла, посылочка какая-то. Не знаю, что это такое. А-а-а, онлайн-селлер, ну и пост, ну и март, непонятно кто. Ну ладно, потом открою. Вот, короче, и я теперь честно говорю, то есть когда переводили, я переводила документ на русский язык, с немецкого на русский, и получается, что в переводе я сделала два варианта. Один фамилия, имя и отчество, точнее, фамилия, имя и девясья фамилия, как в русских документах, и его этот вариант не приняли в русском консульстве. То есть в русском консульстве нужно было... Фу, сейчас я душусь. По ступеньку до себя запекала. Фух. Короче, в русском консульстве этот перевод не приняли, потому что в немецком документе стоит все на Элизабет, а не Елизавета. Стоит все на Айде Мюллер, а не Эйде Миллер. Стоит все на Козловский, а не Козловская. В общем, приняли документ, ну второй вариант перевода приняли, который как раз-таки вот до буквы она переводила эти имена ее. И примут ли такое заявление в российском консульстве, ой, в российском пенсионном фонде? Я не знаю. Мы тут недавно отправили это письмо, отправила. Ну, посмотрим, что будет. Там как бы вопрос примерно 1000 евро, и как бы очень хочется, чтобы все-таки это дело маме вернули, потому что погребение тоже денег стоило. Ой, ой. Что-то он недовольный какой-то кушать, что ли, хочет. Так, еще я хотела сказать. А, почему я тогда заговорила по своей бабушке? Потому что, ну, во-первых, напомню, что в документах правовых обязательно нужно соблюдать правила перевода транскрипции и так далее, всех правил, которые есть. Никакой фантазии от себя здесь принимает, не принимается. Вот. А еще я вспомнила про мою бабушку, потому что она родилась 8 сентября. Зовут ее Элизавета, а на самом деле Элизабет. И английская королева тоже самая. Она Елизавета, на самом деле она Элизабет, и умерла она 8 сентября. Интересное совпадение. Ну, вот такое совпадение. Так, о принце Карла сейчас будем поговорить. О принце Карла. Принц Чарльз, который сейчас король Карл стал. Король Карл Третий. Но сначала будем кормить этого человечка. Итак, почему все-таки он принц стал королем Карлом Третим? Дело в том, что у нас есть историки-консерваторы, которые первоначально переводили имена монархов не очень верно. И так как они не хотят исправлять свою ошибку, мы так и будем ошибочно называть всех этих монархов так и далее исковерканными именами. То есть это касается не только принца Карл Чарльза. Посмотрите, в начале он был, я вот не помню, кто как его конкретно назвали, вот этот Карл Первый, Карл Второй, у них имена были не Карлы тоже. У них, возможно, один из них был Чарльз, другой, возможно, был Карл тоже. Может быть, Карл Король какой-нибудь, там есть такие варианты имен. Кэрол, нет, Кэрол это больше женское имя. Короче, разные вариации этого имени, но так как в российской истории мы писали все время Карл такой-то, Карл такой-то, а тут получается Чарльз, он тоже как бы, ну, Чарльз Карл, это как бы тоже как бы из одного и того же подсемейства имен, так сказать, да, и его тоже будет принято считать именно Карлом Третьим. Если мы назовем его Чарльз Третий, то возникнет вопрос, а где Чарльз Первый, а где Чарльз Второй, а их-то нету, они на самом деле, их в документах, в книжках всех, всех мы писали, что это Карлы. То же самое там эти Генрихи всякие в немецком, в правительстве немецком, да, или Жанны всякие, да, в этом, Жан, Хуан, Иоанн, это все одно и то же. Мы в этих самых, в книжках и учебниках пишут, что они там все были Иоанн Первый, Иоанн, там, 20-е, 30-е, это все были Иоанны, хотя один был Жанн, другой был Йоханн, другой был, самое, еще какой-нибудь там, Жуанн какой-нибудь, да, у меня у сына в школе одноклассника зовут Йона, он тоже будет Иоанном, если переводить его, ну, если он будет монархом, да, если, если в этом духе, если его будут переводить как монархистская манера, то он будет Иоанн. Эти, а Генрихи, допустим, это может быть и Анри, и Генри, и Хенри, и Хенрих, вариаций много, но по российскому, по российским правилам, по русским правилам, он будет Генрих, и Генрих такой-то там, он цифру поставит, куда-нибудь за ней, и все. Вот. То есть, по идее, можно сказать, что хватит, ребята. Да, мы совершали ошибки, мы неправильно переводили имена монархов, там, многие столетия, да, но на этом хватит, мы осознали свою ошибку, мы хотим называть людей правильно, но нет, нет, я не знаю, что у них там, это самое, почему они так отказываются признавать свои ошибки, и исправлять их, в конце концов, наконец-таки. Сколько можно, да, Елизавета Вторая, да, она казалась, что она Элизабет. Вот, что еще к этому хотел сказать? А, еще есть, был такой сериал, «Секреты материалов», кто это самое, из 90-х, кто, наверное, помнит его прекрасно. Мне тогда было тоже лет 10, может быть, 9 даже, когда этот сериал шел, и я его смотрела. Так вот, там первоначально говорили, что в ролях Дэвид Духовный и Гиллиан Андерсон. После какого-то времени, я узнаю, что она Джиллиан Андерсон. В моем детском сознании никак не могу уложиться, почему она была Гиллиан, она стала Джиллиан. Потом, конечно, я поняла, что это самое, что там эта буква по-английски, вот это G, и читается она по идее как Джи, но по правилам русского языка вот эти первые самопиротики, они обязаны были называть ее Гиллиан Андерсон. А потом пошел всемирный интернет, все узнали, что ее в английском варианте зовут ее не Гиллиан Андерсон, а Джиллиан ее зовут. То есть, если вы с ней крикнете там, «Эй, Гиллиан, иди сюда», она не обвинется к вам, потому что ее зовут не Гиллиан, ее зовут Джиллиан. Вот. Вообще, какие-то имена, то есть, они как бы поменяли, ну, то есть, современные имена, они как бы уже меняют это на современный лад, а вот такие, у которых столетняя, там, тысячелетняя даже история, да, вот их не хотят менять, не хотят это самое, не хотят исправлять эту штуку. Вот. Что еще хотел сказать по этому поводу? Сейчас, секундочку. А, еще есть такие имена, немецкие имена, мы их назовем всех Гансами. Ганс Христиан Андерсон, допустим, да, а на самом деле он кто? Он Ханс, а если вы его назовете Гансом, то вы его будете обзывать гусем, потому что Ганс по-немецки это гусь, и это на самом деле не очень приятно, когда вот так вот коверкают имена, так что надо исправлять это дело. Я не знаю, может, петиции, что ли, написать такую, создать, собирать подписи, чтобы принц, Чарльз стал все-таки королем Чарльзом, хоть и третьим, но все равно он будет королем Чарльзом. Вот, это самое. Какие там еще, я хочу еще вспомнить. А, Ганновер, тот же самый, в городе, я живу, Ганновер, произношение, Ганновер, это тоже, это самое, название всяких городов и так далее, они в основном сделаны по старым традициям, да, переведены. То есть, если вы скажете в Германии Ганновер, никто вас не поймет. Надо говорить Ханнофа. Вот слово Ханнофа они понимают, немцы. А Ганновер, это слишком перекоррекано на русский язык. Дальше что? Гамбург, Хамбург. А, это, это самый, Бургер Кинг и Макдональдс. Как нужно говорить по-немецки, вы знаете? Да какой-то даже по-немецки, по-русски даже это самое. Включи, даже произношение вот этого Макдональдс и Бургер Кинга, оно у нас тоже русифицировано, представляете? То есть, смотрите, Макдональдс, на самом деле, Мэкдональдс какой-то там, я плохо, наверное, с этим с акцентом у меня, но он в первую очередь. У меня даже случай был, даже, ну, с Макдональдсом был случай у моей мамы, а с Бургер Кингом у меня был случай. Макдональдс, короче, моя мама что-то там, я не вспомню, где она что-то там, крёчком у кого-то немца наговорит, Макдональдс? Типа, вон там Макдональдс есть, говорит он по-немецки человеку. А он такой, что там есть? Кто там есть? Кто такой Макдональдс? Я не знаю, что это такое. Короче, он сделал себя такого дурачка он искренне понимал что такое макдональдс и только потом до него дошло это макдональдс вы месяц макдональдс она так вот сказал хотя он немец да он как бы немцы тоже не не особо такого английского акцента не имеют но все равно макдональдс они пытаются произносить с местом с английского акцентом вот и с этим у меня была такая ситуация то что я сидела на уроке там мы изучали сайт различных фирм и я сказала что там на сайте бургер кинга там это сама менюшка такая интересная и это самое на сайте какого какой какой фирмы бургер кинг я пыталась сказать бургер кинг по-английски более-менее но он искренне не понимал о чем идет речь уже все одноклассники поняли что я имею ввиду я в 50-е стал бургер кинг пыталась англоизировать то броня кинг как-то так сказать догнаться что я имею ввиду в итоге уже ученики если говорить что это бургер кинг и только когда дневный сказал бургер кинг с его настоящим акцентом только тогда до учителя дошло что это оказывается бургер кинг ну блин ну блин ну неужели я бы догадаться в конце концов именно это имею ввиду да акцент есть небольшой но в конце концов я не настолько плохо в немецком языке и в английском чтобы меня настолько не понимать я надеюсь на это покрайней мере вот короче да это самое то есть мы русские мы и русифицируем города название это далее то есть это у нас это традиционно заложено в нас что ли то есть макдональдс макдональдс хотя говоря немцы тоже это самое бывает такое делать нет на самом деле немцы не так часто это делать а вот и японцы ой мы у нас я входила на уроки японского языка вот эти вот пену 1 и даже 2 ступенька получается то я по делам это самое и и правда не только походил это право начать и учительница она как раз таки мы это переходили ту катакану это самое отличных иностранных названий которые пишутся катаканой и как они звучат по-японски и там много всего чизу кейку или там кофе там это кохе как там еще было starbucks сутару баку слышно такое проще японцы они тоже особо не стараются произносить слова по и про одну англоязычную как бы с английским акцентом нужно так что там говорила про японские произношения на то что мы у японцы тоже не особо париться произносить иностранные названия и имена корректно ой так что там у нас дальше так дальше я хотела рассказать еще пример из какой бранж а музыкальная перевода песен у нас есть такой жанр как перевод песен и причем эти песни они не только вот эти исполнительные которые там эти кавры какие-то делают на русском языке а я сейчас больше имею ввиду перевод песен в мультфильмах переводы песен в мультфильмах они ну так да есть хорошие переводы да звучат не очень хорошо допустим был такой мультфильм принцесса лебедь там первая сама песенка когда вот они вырастают да вот этот мальчик с девочкой вырастают и песенку когда я была маленькая я слышал эту песню сразу дублирован этот перевод на русском пели мне казалось такая классная песня так круто ее перевели прям все там все совпадает да там все супер все классно и вот буквально недавно буквально пару недель назад я услышала английскую версию этой песни я поняла насколько плохо было сделано адаптация то есть но здесь очень сложно на самом деле мне кажется перевод песен это в основном вот в фильмах да это самая она сложная это самый вид перевода который есть вообще потому что тут надо помимо того что саму идею сохранить нужно еще звучание сохранить это и все вот эти вот рифмы не рифмы получается и плюс если это в мультфильме каком-то или фильме там еще возможно какие-то шутки еще внедрить смогут там внутрь это всего или какой-то коломбур это конечно вообще конечно это конечно вообще конечно это высший пилотаж тех кто занимается переводом этих песен но это самое и год получается лучше у кого-то не очень хорошо получается допустим вот эта песня принцесса лебедь да это первоочайная композиция там в оригинале так сказать главная мысль была это хорошая идея и они все-все пели это хорошая идея это какая-то идея принцесса говорят что это не моя идея так развлекаться это самое принц тоже просто не моя идея так развлекаться а в самом конце финале они говорят это моя идея любви они поют да а в русском варианте вот это вот главную такую фразу да они ее сторонку убрали как будто бы я на тот и ни при чем вовсе то есть это как бы главную идейку они убрали в сторонку ну вот мне допустим не очень такой вариант нравится как как фаната так сказать да ну в принципе это самое как девчонка молодец нет это было да это самое мне да очень сильно понравился перевод очень сильно такое это песня даже постоянно пою там про себя русскую вариант вариант так что да то есть как бы как адаптация он и формулировать purpose то есть все перезакctивно мне поучили И меня это сильно задевает, потому что в оригинале, как они по-русски пели, набил желудок и пуста голова, то есть жри вообще беззаботно, жри от вала, башка пустой и все тебе будет прекрасно. Давайте включим игрушку. В оригинале они что пели? В оригинале там была прям беспроблемная философия. Вы даже не представляете, наверное, что это такое, то есть беспроблемная философия. Есть люди, которые действительно представляют, что это такое. Допустим, кого можно назвать? Экатоли. Сила момента сейчас. Возможно, вы видели книжку, читали или что-то об этом краем уха слышали. Так вот, этот Экатоли, он как раз и вот эту беспроблемную философию, он как раз и разговаривает. То, что, мол, когда у нас куча проблем в жизни есть, то мы под стрессом каким-то, мы постоянно какие-то нервозные какие-то, да. А если применить эту беспроблемную философию, то есть жить моментом сейчас, да, вот это, то получается, что вот прям сейчас, допустим, я говорю в камеру, что-то рассказываю. У меня есть куча других проблем, да, но я не нервничаю за них, потому что сейчас я этим проблемой не занимаюсь. Я сейчас другие дела делаю, да, допустим, я могу сидеть кушать, да, я буду наслаживаться едой спокойненько, могу наслаживаться едой. Даже если у меня там, это самое, там, долг 30 тысяч долларов, да, я всё равно могу быть спокойна, потому что этот долг, это как бы, он не стоит рядышком со мной, с постретом там, к риску не приставлен, это самое, и мне поэтому нервничать особо как бы не нужно. Найти решение можно не нервничая, в принципе. И это, как раз таки, и есть смысл этой беспроблемной философии. И это было заложено в Хакуне Матайте, в английской версии. А её исковеркали так, что это, набил желудок и пуста голова, пожалуйста, вали отсюда, там, жри, что хочешь, это самое, портит свой организм и так далее. Ну, это, ну, по-моему, это ужасная адаптация. Да, её можно спеть, её можно, это самое, как-то так, ну, блин, мы могли же как-то по-другому сделать. Ну, ребята, ну, ё-моё. Война, я не ка, это самое, те, кто фанат какой-то, какого-то мульчика или фильма, можете и свои какие-то примеры назвать плохого перевода песен, плохой адаптации на русский язык. Если хотите, можете в комментариях в этом пожаловаться, я, это самое, буду только радость послушать, в копилку свою буду, это самое, складывать, может, как-нибудь в следующий раз выпуска делаю, ещё и ваши примеры тоже приведу. Чего ещё и какие песенки переработаем? А, вообще, как бы, с тростными хочется, как бы, и похвалить тех, кто этим переводом занимается, да, потому что это реально сложная работа, плюс, ко всему, там, всё-таки сроки очень-таки сжатые, да, то есть нужно сделать перевод к тому моменту, когда фильм должен будет выйти на экранах в нашей стране, то есть, допустим, премьера фильма оказалась в Америке там в такой-то день, через пару дней должна быть уже, допустим, в России премьера быть. И за какой-то очень короткий промежуток времени должен пройти весь дубляж, то есть, в первую очередь, он перевести, актёры должны это всё дело озвучить, причём попасть в этот самый, в такт, в эту синхронную, там, в мимику, в эту самую, это, ну, не такая уж простая задача, в конце концов. Чего ещё хотела сказать, какую-то ещё жалобу на песню, хотела сказать, то есть, как бы, я пытаюсь похвалить и пытаюсь, как бы, пожаловаться немножко, потому что всё-таки это несовершенство этих самых. Есть такой мультфильм, это мой любимый мультфильм, кстати говоря, «Спирит, душа прерии» называется. Тоже, кстати говоря, «Спирит, душа прерии», вот перевод названия этого фильма, да, вот как этот перевод названия фильма сделали, это тоже отдельное искусство, на самом деле, там, я хотела даже по это почитать, там есть много интересных статей по этому поводу. Ну, допустим, в английской версии, в английской версии звучит название фильма просто «Спирит», просто маленький «Спирит», да, а в русском мы добавили кусочек «Душа прерии», да, то есть, потому что «Спирит» — это английское слово, это имя коня, во-первых, это английское слово, и те, кто не знает английский, то они не смогут понять, что «Спирит» — это дух, да, и поэтому было решено сделать добавку «Душа прерии», «Спирит, душа прерии», то есть, это как бы, ну, «Дух прерии», блин, на батарея кончается. Вот. Это тоже свои фишки в периодах даже обычных названий фильмов. Бывает так, что названия фильма никак не адаптируются на русский язык, и они там вообще что-то другое совершенно придумывают. Сейчас прям сходу ничего не могу сказать, но, может быть, к следующему видео, когда эту тему затрону, может быть, и подберу какие-нибудь варианты. Либо выпишите в комментариях, вы наверняка видели какие-то фильмы, которые в оригинале звучали совершенно по-другому. Будь здоров. Чухает. Это самое. А, про «Спирит» хотела ещё сказать. «Спирит» — это такой музыкальный мультфильм, я бы сказала так, и там поёт «Брайн Адамс», «Брайн Адамс» там поёт. Конечно, тот, кто спел песни в русском дубляже, он старался, он реально старался, но это не голос Брайда Адамса. Ребята, я этот мультфильм, я его приобрела первый раз в России, ещё кассеты, видеокассеты такие были, у нас в России был видеорекорд, видеопроигрыватель «Видик», и там было слышно английский звук, там песни не переводили, переводили только диалоги, и причём переводили так, что было слышно английский язык, и вот русский этот перевод по верхнему просто наложили. Потом мы перевезли в Германию, мы эти кассеты там все оставили в России, мы их с собой не брали, и в Германии я решила, что хочу этот мультфильм как бы дальше иметь, но у нас этого видео-видика не было, да и самого кассеты уже не было, и решили диск купить. Купили диск в России, приезжаем в Германию смотреть этот самый на нашем DVD-плеере, и оказалось, что там не то, там оказался русский дубляж, не то совсем, мне, я была очень расстроена, что я так долго хотела посмотреть этот мультик, потом это самое, потом появилась возможность в интернете через программку Емул, это типа как торрент, только более такая старая версия Емул, там скачать эти фильмы, я кое-как я нашла этот самый такой вариант, где у нас есть русский, ну как бы слышен английский перевод, по верхнему русский, перевод, и чтобы песни были не переведены вообще. Вот, такой вариант я слушала, слушала, ну в смысле, такой вариант я себе скачала, я его пересматривала несколько раз в таком варианте, а потом, когда уже стала старше английский язык, уже лучше стала изучать, ну, стала лучше говорить по-английски, по-английски и поняла лучше английский язык, с тех пор я как бы смотрю Spirit только в оригинале, то есть, ну, мне уже перевод на русский не нужен, я уже там, да, все-все фразы наизусть выучила, наверное, хотя, на самом деле, я уже давно не смотрела, возможно, я бы чуть-чуть его забыла. Вот, то есть, да, то есть, когда перевод идет еще на русский язык, именно вот со звуком, ну, звуком, так, мне кто-то звонит, давайте паузу. Да, то есть, когда перевод, то есть, перевод книжки намного проще, чем перевод, да, у нас идет еще звучание, потому что там придирок будет еще больше, то есть, если мы в книжке или там в комиксе переведем какое-то слово, не так, да, там, злодел с ней напишем, а не Severus Snape, то в это самом, то в дубляже, там надо еще и попасть, мало того, что в это, в мимику, надо попасть в тон, надо попасть в интонацию, в эмоцию, ой, это там вообще, конечно, заморочки полнейшие, какое счастье, что я этим не занимаюсь, я бы так сказала бы. Так, держи. Вот, есть еще люди, которые каверами занимаются, да, это, конечно, тоже там отдельный им респект, потому что, ну, попасть в такт вот этой песенки, причем еще и смысл самой, самой песни сохранить, это тоже надо уметь. Так, еще какая-то, что такое фирме отвлекает сегодня? Еще одна посылка, другая доставка, что то был, погоди, а тут, это ДХЛ, а тут, а тут, получается, экспресс, онлайн-сейлер, Си, что-то Германия, короче, не знаю. А, ладно, я знаю, я знаю, один из этих, из них, наверное, телефон, не знаю, интересен. Короче, огромный респект всем, кто переводит песенки. Да, это телефон, мужу телефон пришел, не видите, как быстро, мы думали, 23 числа придет, а он уже пришел. Офигеть, как быстро. Это самое, с Алиэкспресса заказывали, но это у них, как называется, у них склад тут, в Европе где-то, не далеко, в Европе, в Германии, как написано, что они в Германии послали, поэтому так быстро и пришло, потому что склады в Германии, круто, очень быстро, дешево, круто получилось. Вот, Алиэкспресс, реклама Алиэкспресс. Жалко, что мне за это не платят. Ладно, короче, мы остановились на том, что каверы делаем, каверы делают люди просто круто, это вы замечательно делаете, есть даже куча разных вариантов, допустим, ну, есть люди, которые делают разные варианты каверов, то есть, как бы, нет такого, что единая вот эта вот песня, она переводится только так, и все, она, как бы, единственный по этому варианту, нет. Много разных артистов, они могут встретить одну и ту же песню на свой лад, как они больше и лучше это понимают, и это самое, и зрители, точнее слушатели, они тоже могут выбрать, кто им больше нравится, вот. Ой, и тоже один слушатель скажет, что, ой, круто, перевел, прям точно, и в так попал, и в смысл попал, а вдруг он скажет, что, а там было не такое слово, я хотела услышать другое слово, и начнется, это самое, похабные словечки, ваш адрес можете услышать, да, если вы что-то там неправильно перевели. Даже там, то есть, за весь труд можно получить негативные отзывы, неважно, какой труд жесткий, серьезный вы сделали. Что еще я захотела по песням сказать? По песням, наверное, и все. А давайте перейдем к стихам. Это последнее, что я с вами затрону, это как бы стихи, и после этого закончим, проведем небольшой итог и закончим на этом. Стихи, стихи это еще круче, чем песни. Почему? Потому что там еще есть и рифма, то есть песня, допустим, там частенько рифма не соблюдается. Есть песни, где есть рифмы, а есть, вот больше современные песни, там просто можно что-то распеть как-то, да, и получается даже и в такт не обязательно попадать, да, допустим, вот, знаете, как есть там ямп, есть хорей, да, то что там, па-па-пам, па-па-пам, что-то такое должно быть. А в песне вы можете там, па-па-пам, там перепеть какую-то гласную, допустим, и попасть в ритм, как-то хоть как-то. В стихах такой уже сложновато провернуть. В стихах нужно сохранить идею, нужно сохранить ритм и нужно сохранить рифму какую-то это еще больше такая как бы крутая профессия перевод стихов и те кто этим занимается им еще больше респект чисто это да это еще круче на мой взгляд я этим не занимаюсь я для этого слишком слишком низкий мелкий переводчик я так полагаю моих мозгов на это мне кажется может и хватит конечно да но это нужно реально там заниматься заниматься рифмы я рифмомать вообще на самом деле я очень плохой рифмобол очень плохо с рифмами я это самое пытаюсь петь петельку от ребятину ребенку и даже просто напросто какую-то просто обычную там не знаю на какой-то мячик слова там спим и маленький малыш а дальше уснишь у меня рифма идет ты сейчас уснишь вот такие у меня рифмы получаются так что проводить стихи мне еще надо долго не придется потому что я слишком низкая низкоранговая в этом в этом деле стихи стихи кто нас переводил хорошо давайте на не стихи кто переводил хорошо а просто сейчас расскажу такую фишку что вы потом будете ходить по улице и каждому прохожему будет а ты знаешь а ты знаешь что пушкин переводчиком был оказывается он на тоже нет ну не конечно не все его произведения только там часик произведений больше сказки прочее во время того как он учился лицее он переводил сказки других народов я допустим когда узнала что он перевел сказку оказывается сказку роботей и золотой рыбки я была в шоке я считаю что это чисто русская сказка что это пушкин ну да может быть он не пушкин написал да я думал что значит народная сказка пушкин просто его это самое оформил видели книжки то сказать да видите рассказов кого-то я так считала оказывается нихрена это не русская народная сказка в германии эту сказку знают под названием там рыбак его старуха как то так вот рыбак его жена и там категория не золотую рыбку они повали к этому большую он поймал большую камбалу короче то есть а смысл в принципе точно такой же я была честно в шоке то что когда узнала что это не русская сказка после этого я это заметила тоже осознание такое пришло мне было лет уже по 30 пришло осознание того что это как сказка о мертвых царевне и сми богатырях это белоснежка и семь гномов только опять-таки на русский лав переделанное это тоже был для меня шок потом этот аленький цветочек это красавица чудовище переделаны кто там еще этот самый какие там еще были сказки-то юмая ах сейчас уже не вспомню ну ладно короче есть какие-то сказки которые я считал что это чисто русские из покон веков сказки да а оказывается нет они были взяты из других сказок народных мира то есть какой-то тугой писатель их возможно сформировал и наши писатели там они просто-напросто перевели и адаптировали для русского народа потому что допустим то же самый а семи богатырях это там в оригинале там были гномы здесь были богатыри да ну естественно это адаптация сама прямая адаптация еще очень хорошая адаптация прямо великий мне кажется адаптист это назвала бы это иван андреевич крылов это басни я думаю вы понимаете что басни он как бы не все сам писал идеи басен он брал у других авторов в первую очередь это был эзоп древнегреческий баснописец эзоп который жил еще там до нашей эры там какие-то года я опять и в цифрах не не работают на запоминание годов и так далее вот а и это еще допустим кстати как бы кровь не первый кто решил переделать эти басни переделывать как-то на переводить на свой язык в германии допустим этим занимался лесенка я допустим училась в школе имени г.е.лесенка готфрид айфертун господи как его зовут-то я уже не помню какое-то сложное имя у него г.е.лесенк г.е.лесенк короче его зовут и он тоже переводил басни эзопа на немецкий язык это самое и но правда лесенк он больше он это не в тихах делал он делал просто как текст допустим ворона-лесица у крылова мы все знаем ворона-лесица прям ну сколько раз появили мир вошел дизайнк гнусна бредна на только все не впрок и так далее а это все в стихах было сделано это все настолько там красиво сделано у лесенка конечно не так красиво но и смысл там чуть-чуть поменялся поменялся возможно как рилок адаптировал он ему в силу того что он делал стихи ему пришлось поменять несколько фраз а допустим у него ворона, а не ворон получился. У него, это самое, ну, сыр, а там, по идее, был кусок мяса, да. То есть, ну, в оригинале был кусок мяса. То есть, Крилов изменил некоторые факты, но смысл, там, мораль, да, так сказать, она осталась, ну, мыслитая мораль осталась та, которая и была задумана. Поэтому можно сказать, что он реально автор. Автор адаптаций. Вот. Автор адаптаций данной базы. И он прям, мне кажется, Крилов прям гениально. Адаптатер, адаптатер. Как это можно в скоростке назвать? Не знаю. Потому что он ещё делал это в стихах, и это ещё было, знаете, это, то есть, доступно, допустим, вот когда Лейтинг писал, да, там, знаете, такая, сейчас расскажу, как там у Лейтинга было. То есть, ворон, нет, какой-то мужик хотел отравить каких-то котят, и поэтому мясо отравил и кинул котятам. Но ворон летел, схватил кусок мяса и сел там на какой-то там дуб, по-моему. Айхи, это, по-моему, дуб. Если я правильно помню эту самую, эту басню, значит, он сел на дерево, сидит там, собирается кушать, пробегает, значит, лица и говорит, ой, ну, это самая великая птица, ты пришла, ты снизошла с небес и хочешь подарить мне этот кусочек мяса. Этот самый, ворон такой говорит, да. Нет, сначала он сказал, о, великая птица, неужели это ты? Ворон говорит, да, какая-то великая птица. Ворон с ним общается, да, то есть, с него сок мяса, он не во рту держал, а именно в лапах своих. Алис говорит, что ты же превзрослась, не взрослась с небес, ты была послана богами, чтобы дать мне кусочек мяса, я же так и голодный. Ну, этот самый ворон, он очень сгордился, то, что, ой, да, я птица небесная, там, да, богом посланная, вот тебе кусочек мяса, держи, да, а я полетел гордо, орел такой полетел, да, он его орлом назвал, лица его орлом назвала. Ну, Лис, конечно, самый довольный, кусочек мяса достался ей, он побежал, ну, и потом концовка, что он начал, попировал, но, вопирс, это было, ну, радость его была недолгая, потому что он начал мучиться в конвульсиях от того, что мясо было отравленное. Ну, и мораль, это самое, это, по делам ему, типа, все, кто листят, чтобы вы сдохли, короче, что-то депутоколка, эта мораль. В общем, не совсем детская история, так сказала бы, да, а вот Крылов, ворону Лисица и многие там другие басни, он очень хорошо это адаптировал даже для детского читателя, потому что такие всякие морали, они даже, ну, их не только взрослый должен знать, да, но и дети, в принципе, тоже, почему нет, и поэтому я считаю, что Крылов, это, мужик, респект. Опять еще, еще один очередной респект посылаю. Ой, ой, что еще я хотела сказать? Так, давайте, это, мои большие паузы делаем, вобью водички и закончим наскоро на этом. Так, давайте под конец еще про вот такую книжку расскажу, у меня есть книжка «Ляпонские пословицы и поговорки и их русские аналоги», да, и вот тоже она может помочь вам в адаптации с, ну, в переводе на русский язык. Это именно будет адаптация на русский язык, потому что пословицы и переговорки, они совсем по-разному переводятся. Ну, то есть, звучит она вот так, дословно переведется она вот так, и, а лучше всего сказать по-русски, потому что по-русски вариант, ух ты, погодите, там была лисица, погодите, потому что реально, я еще не посмотрела книжку на самом деле, я это только слегка полистала ее, так, реально, ворона-лисица, сейчас покажу, ворона-лисица, смотрите, то, что только про Басти рассказывала, вот она, пожалуйста. Так вот, ну, вот, пример, тут проведу, это у нас переводится дословно как вещь-попытка, вот если вы дословно переведете, то, естественно, вас никто не поймет из русских людей, но это по слову звучит именно вещь-попытка, а русский аналог попытка-не пытка, давайте, что-нибудь другой, не очень хороший пример, что-нибудь получше, какой-нибудь яблок от яблони, допустим, что-нибудь такое есть, давайте, вот, ущипни себя и узнай, какую боль почувствует другой, так звучит дословно перевод японской пословицы, а русский аналог по себе людей не судят, вот так вот, то есть, если мы будем строго следовать правилам перевода, то мало кто поймет, о чем мы говорим, да, иногда приходится изгибаться, и это и называется адаптация под русский, под русский народ, адаптация под народ, для которого мы переводим, это называется забота о целевой аудитории, вот, именно вот эту мысль я хочу донести, то есть, саму тему, вот это можно болтать и болтать, не мусолить и мусолить, можно приводить еще кучу других примеров, хороших, плохих, как надо, как не надо, но надо понять, что мы делаем иногда разную работу, те, кто топит за Поливанова, пожалуйста, топите за Поливанова, сколько вам, сколько хотите, но оставьте нас, кто переводит художественную литературу, даже тот, кто адаптирует художественную литературу, оставьте нас тоже в покое, в конце концов, если будем притяживаться всем Поливанова, то у нас Наруто останется Узумаки, и не будет нас Наруто, это сам, водоворотный, причем Узумаки он будет, да, хотя он Узумаки, больше так по звучанию будет, короче, да, отстаньте от нас, Поливановцы, вот и все, что я хотела донести до вас, отстаньте, просто я хотела вот этим видео показаться, что есть как бы другая точка зрения, да, есть другое, другое мнение, и оно тоже частенько променяется в практике, причем и так, и сяк, и не променяется, не только в переводе имен, это тут имеется в виду, такие как бы гибкие вещи идут, и если вы говорите, что есть четкие правила, которым строго-насторого нужно следовать, то знайте, что не надо, не всегда надо, вот, не всегда это нужно, можно и по-другому, есть альтернативные версии переводов, есть, есть они все-таки, и когда-нибудь у нас будет перевод сказки про Наруто Водоворотного, у которого был учитель Пугало, вот, и, да, и да здравствует Люся Севдобольская, да здравствует Люся Севдобольская, потому что она первая, так сказать, кого я услышала адапционные варианты фамилии на русский язык, все, всем спасибо за внимание, я надеюсь, что я, под конец, все-таки донесла свою мысль до всех, кого хотела, если нет, то будет продолжение, пишите комментарии, это самое, потом еще пообсуждаем, что вам понятно, что непонятно, может, какие-то свои какие-то примеры там напишите, счастливо! все-таки, это была, это было бы, это было бы, и,